Мужики, я у вас там, знаете, тут один прикол видел, давайте попробуем. Смешные шутки и веселые миниатюры. Каждая из команд старается не просто рассмешить зрителей, а быть интереснее и креативнее других. Специально для финала свои лучшие шутки подготовили еще две дополнительные команды. Настоящим подарком для зрителей стало и выступление ветеранов, которые начинали играть еще в нулевых. Кто-то из них закончил играть в КВН, ну как бы, как сказать, закончил КВН всегда в наших сердцах. Последний раз выходил на сцену 12 лет, а кто-то даже 18 лет назад. То есть они собрались и прописались, и очень достойные шутки. Главный приз обладателей Кубка губернатора – поездка в Сочи на ежегодный международный фестиваль команд КВН «Кивин». Главное не победа, главное участие. Мы просто пришли насладиться игрой, насладиться процессом, нам это нравится, нам это доставляет удовольствие. На эту игру мы подготовились лучше и сильнее, чем прежде. В основном все наши шутки по профилю работы вытекают из нее, но стараемся разбавлять как бы гражданскими ситуациями, какими-то семейными ситуациями, нестандартными ситуациями. Сплоченный коллектив у нас очень дружный. Самый молодой коллектив на стиле – школьники. Кстати, именно эти ребята выиграли приз на развитие своей команды. Бородила психологический триллер. Старый бородатый мужик до сих пор играет в кубку. По итогам игры обладателем кубка стала сборная Барнаула «Кто подставил кролика Роджера». Вместе с командой «Счастливо» из классического университета и коллективом команды КВН из села Сычевка Смоленского района они представят наш регион в Сочи уже в январе следующего года. Кроме того, есть шанс, что в 33-й международном фестивале команд КВН «Кивин» примут участие и сотрудники УФСИН региона. Их команда «Не зарекайся» стала лучше в своем блоке и решение по ней будет принято до конца этой недели. Всего в состав делегации из Алтайского края войдут порядка 30 человек.